Добрый день! Сегодня у нас головоломка от Чи Мафанги под названием Кловер Пираминкс. Дизайнер Юкан Гву. Выпускается в черном и цветном пластике. Я взял в черном, потому что так симпатичнее. Мацфолк улыбается. Код товара MFG2036. Коробочка стандартная. Открываем и достаем. Помимо пирамидки, в коробочке более ничего нет. Инструкции и подавно. Хотя там каких-то дома куба была инструкция. Могу путать. От компании Чи в последнее время, по крайней мере у меня на канале, были какие-то не очень взрачные головоломки. 1х2х3. Бестолковые пирамидки. Но не то, что бестолковые, а очень простые. Красивые, но просто трешки. И как-то уже некоторые думают, что компания Чи скатилась, не делает ничего интересного. И надежда была именно на эту пирамидку. В названии есть слово Кловер. Поэтому многие ждали, что это что-то типа Кловер-куба. На Кловер вращаются ребра. И есть джамблинг. Джамблинг, головоломка. Поэтому того же самого ждали от пирамидки. И на рекламных материалах это было видно. Джамблинг действительно есть. И что же можно сказать. Головоломка действительно интересная. Есть Кловер-Пираминкс от Лан-Лан. И эти головоломки, кроме пирамидальной формы и какого-то вращения, именно ребер самой пирамидки, другого общего ничего нет. То есть да, такое вращение происходит. Но это абсолютно разные пирамидки. Ну, сейчас обсудим, что это еще за пирамидка. Какое вращение здесь доступно? Давайте поначалу повращаем ее без джамблинга. То есть просто повращаем вот так вот ребра. И мы видим, что здесь есть, ну, скажем, три типа элементов. Такой вот двухцветный, который находится на ребре лепесточек. И вот такой вот как бы центр. И цель собрать все эти элементы на одной грани. То есть сначала поворачиваем ребра так, чтобы они одним цветом находились на одной грани. И дальше перемещаем лепестки. Ну, я начну с лепестков, потом вот этими центральными элементами закончим. Это не так просто, но вполне возможно. Собираем синюю сторону. Дальше, что у нас тут есть? Соберем, наверное, зеленую. Лепестки собрать несложно. Простыми пиф-пафами вполне доступно. Да, главное не запутаться. Соберем красный. Так, и соберем еще один красный. И тем временем соберутся зеленый и оранжевый. Вот, вроде бы все собралось, но осталось три центральных элемента. Синенький сам вставлен на место. И если мы не выходили из плоскости, то есть не использовали джамблинг, то, по идее, должны вернуть это на место. Какого-то быстрого способа я пока не придумал, но смысл в чем? Нужно каким-то образом объединить лепесток с центром и его загонять на грань в последнюю очередь. То есть, если отведем этот, объединим вот так, то у нас получается вот зеленый лепесточек. По идее, вот это ребро нужно вернуть на место, поэтому нужно этот лепесток отсюда убрать. А куда мы можем его убрать? Ну, наверное, на синюю грань. Способ. Такой еще пока сырой. Ну, допустим, вот так. Далее, нужно этот зелененький поставить. Ну, получается, уже сюда. Поставили зеленый. И вот этот зеленый поставить на это место. По идее, все должно собраться. Да. Как-то так. Ну, если переставить нужно 4 центра, что-то уже бывает, то, в принципе, решение похожий. Либо собрать сначала один центр, а потом прийти к такой ситуации, либо как-то еще. И даже с таким функционалом, то есть не изменяя форму угловомки, собирать это интересно. То есть тот же Кловер Куб, если у него форму не менять, то он становится примитивным. Углов-то нет. И собирается достаточно легко одними пиф-пафами. Здесь же, помимо перестановки лепестков, вот эти вот центральные элементы нужно расставлять по своим местам, объединить с лепестками, то есть думать. А думать в головоломке – это хорошо. Причем здесь не надо что-то там запоминать, как в Double S-Cube. Об этом вы увидите в следующем видео. Здесь вот все грани равнозначны, поэтому только своим умом, только интуитивным, наблюдательностью мы все это решаем. Но, по идее, уже интересно. Но смотрим, что может еще головоломка. Понятно, можно перемешать вот так вот форму. Но восстанавливается она, опять же, достаточно интуитивно и легко, поскольку элементов не так много. То есть это можно все вернуть. Но что мне понравилось? Здесь есть элементы, которых мы не видим, но их можно достать. То есть у нас где-то в том же Clover Cube, если мы повернем, то увидим, что внутри уголок-то все-таки есть. Внешне вот его не видно, а внутри, если это заметно, вон он, черненький, без каких-либо наклеек уголок. Вот этот. Здесь же тоже есть. То есть вот в этих вершинках, внутри, вот он, такой же уголок, как и у Clover Cube. Сейчас его плохо видно. Давайте его оттуда достанем. для этого сделаем нехитрую комбинацию. Вот так у нас просто вышли лепестки. Но сделаем еще раз комбинацию. Два лепестка все равно. Сделаем третью раз комбинацию. И вот он уголок. Да, вот такой вот красивый. Когда мне впервые это получилось, мне прям понравилось. То есть внезапно что-то такое вылезло, чего уголок не было. Их таких можно достать больше. Но, немного поразмышляв, я обнаружил одну очень интересную особенность. я стал задумываться, а на какой крестовине все это сделано. Сейчас мы вернем все это на место. Сейчас вот будут фотографии внутреннего строения. Разбирать не хочется. Но, если вы присмотритесь, то внутри крестовина от обычной трешки. Три оси. Получается 6 болтиков, которые держатся на этой крестовине. и выяснилось, что вот этот Кловер Пираминкс ничто иное, как Мастер Морфикс. Но, с некоторыми изменениями. По сути, это наиболее близкий головой по своему духу. То есть, собирать Кловер Пираминкс как трешку, ну, я по крайней мере не собирал. Хотя, что-то оттуда можно использовать. Давайте посмотрим. Вот если мы повернем одну грань и здесь грань, да, ребро, грань, можно путаться. То, что мы видим? Мы видим двухцветный элемент, вот он, двухцветный элемент, четыре вот таких лепестка, раз, два, три, четыре. Два желтых, два зеленых. Ну, здесь два желтых, два зеленых. Дальше. Здесь уголок, 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 уголок. Два таких угла, два вот таких угла. Здесь же мы видим только два маленьких угла, а два вот этих больших нет, но они внутри и они не имеют своего цвета. Соответственно, они как бы есть, но их не видно, но можно их достать при некоторых вращениях. По сути, получается, что это одни и те же головоломки. но если мы мастер-морфик собираем как три на три и это сделать достаточно легко, то здесь ну как трешку по крайней мере я не собирал. Для того, чтобы доставать вот эти вот внутренние центры, можно использовать пиф-пафы. Ну вот я их вывел в этой пирамидке вот при помощи вот таких вот движений, которые используются при джампинге. И я немножко подумал, что же происходит при этом. у нас вот эти два поменялись уголка местами. Давайте их называть теперь как они есть в три на три. То есть вот это углы, вот это центр, вот это ребра и это тоже угол. И куда же делался маленький зеленый уголок? А он вот здесь вот внутри. Вон он. Слегка торчит там. Чтобы его достать, очевидно, нужно менять местами вот эти четыре уголка. И получается, что здесь как бы перестановка четырех углов при помощи трех пиф-пафов. Вот такие вот пиф-пафы. Причем неважно, с какой стороны начинать, с правой или с левой, потому что перестановка идет два так и два вот так. Если мы возьмем это на кубики три на три, хотя давайте сначала на мастер морфиксе сделаем то же самое. Что происходит? Держим как бы вот так и делаем вот такие вот движения. Вот у нас джамблинг пошел. Мгновение. Чуть не уронил, но вот получилось то же самое. Поменялись два вот этих уголка местами. Синий и желтый и два вот этих. Только вот этот уголок мы его не видим за этой вершинкой. Здесь же все наблюдаем. И вот большой крупный отсюда переместилось сюда и он у нас черненький был. Если на трешке сделать то же самое, то это получается что-то такое. То есть берем как-то вот таким образом, чтобы у нас вот грань и вот грань. Так, 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 так. То есть вот такой вот пиф-паф у нас к юбной похож. И вот у нас меняется два вот этих угла и два вот этих угла. То есть по сути если мы возьмем в какой-то нормальной ориентации, то это не что иное, как слетчхэмеры. R-штрих, F, RF-штрих. Если три раза провернуть, то у нас меняются два вот этих угла и два вот этих угла свои местами и не меняется их ориентация. если же мы сделаем три обычных пиф-пафа то у нас поменяется два вот этих угла и два вот этих но ориентация здесь будет уже меняться поэтому это не так удобно да и на кловер пираминксе делать как бы свеч хаммер и приятнее комфортнее я не скажу что разобрался с головоломкой полностью возможно здесь что-то есть еще интересное но к примеру если делать вот такой вот обычный джамбл мув как на кловере и на прочих коптерах то лепестки все равно остаются на своих орбитах их можно привести к тем же позициям что они были до джамбл мува но для чего нужен тогда этот джамбл мув если он ничего не меняет при его помощи то есть делаем правый джамбл левый джамбл можно развернуть ребро так ребром можно развернуть на своем месте и да здесь впоследствии могут случаться ситуации где нужно переставить два вот этих вот уголка так это не про это центр это уголки хотя здесь уже можно называть как угодно то есть вот эти вот уголки сейчас два не на своем месте понятно что это из-за того что вот этот элемент развернут но это может случиться и при правильной ориентации вот этого центра чтобы их менять это же трешка до нужно как минимум три задействовать а то еще лучше и 4 просто вместо в дополнение к код этим двум элементам можно поменять еще два одноцветных местами и тогда все встанет на на свои позиции давайте полностью перемешаем эту пирамидку и соберем вот перемешали так перемешаем джамблингом чтобы все вот это вот интересно еще что вот мы джамбл сделали какой-то можно продолжить вот это движение что очень похоже на курвикоптер плюс где можно вот кусочки лепестков также перемещать ну кто знаком поймет вращаем дальше что-то тут но опять же чем дальше вращаешь тем больше уже сам собираешь ну допустим вот так вот она перемешана как-нибудь еще посложнее похитрее что-нибудь еще из плоскости выведем здесь ничего не бандажится все вращается в любой момент вот вот такая вот пирамидка вышла ну и для начала как-то постараемся привести ее в чувство так ну хотя бы ребра дальше каким-то интуитивным действиями игнорируя то есть всякие торчащие уголки сейчас они торчат вовсе я изначально когда собирал клавер пираминкс старался все вернуть форму и собирать не нарушая форму но это не вышло пришлось джамплить и потом разбираться с уголками поэтому сейчас мы форму как-то приведем но при необходимости мы ее нарушим так так встала так встала просто вращаем так чтобы что-то вставала на свое место вот стал элемент ничего не встал вот какой-то встал вот так вот так уже у нас осталось два элемента из плоскости на уголок внимания не убрать не обращаем все те лепестки это ребра поставим так так как нибудь вот так ага тут уже что-то посложнее пошло сейчас я сделал что-то бесполезное кажется а ну вот мы пришли к той ситуации где можно пиф-пафами что-то поставить на место только вспомнить как а вот так собрали все лепестки в плоскости теперь остается кто-то пособирать соберем сначала центры терра ребра синие дальше красные поскольку это центре то не никогда не меняет своего положения остается только восстановить их ориентацию вот так дальше сюда нужен лепесток мы видим он на своей орбите значит проблем не будет так дальше зеленый опять же на своей орбите повезло так бывает не всегда так и вот что это у нас осталось переставить два лепестка а в нормальном обращении такого не бывает то есть обычно меняется три пиф-пафа соответственно здесь опять придется выходить из плоскости сейчас подумаем как то есть мы сейчас применяем алгоритмы из кловер куба трицикл и получается нам придется использовать ну к примеру два красных лепестка и один синий мы сделаем вот так вот так вот так но те кто умеет собирать кловер куб поймут что сейчас произошло собрали все лепестки и остается у нас что зеленый угол на месте желтый на месте вот эти два угла торчат и и они видимо красный и синий где-то внутри этих осталось найти здесь здесь синий так и здесь красный где синий здесь красный так и как же мы это сделаем то есть нам нужно поменять два вот этих уголка и два вот этих уголка которые внутри давайте как-то постепенно в принципе можно сначала загнать вот эти элементы внутрь давайте попробуем они у нас как меняются поменять сейчас два вот этих и два вот этих принципе допустимо просто чтобы упростить как-то так вот у нас остался один внутренний угол и его теперь нужно менять с этим на где у нас еще желтый так красный видимо где-то прячется не здесь вот здесь прячется красный ну по-хорошему не получится значит просто сейчас загоним внутренний угол сюда а потом расставим уже цветные уголки по своим местам стандартными способами если это получится так меняем так соответственно если у нас один неправильный берем было на заднюю грань и делаем вот эти вот пиф-пафы справа левой обратно обратно и что у нас получилось у нас получилось что нужно четыре центра вернуть на свои места это вроде бы стандартная ситуация я к сожалению не придумал пока быстрого решения какого-то поэтому по старинке орбит элементов у нас уже никак не испортится поэтому лепестки пускай немного перемешиваются так и вот сейчас мы можем это сломать но мы ломать это не будем а зеленый поправим поставим вот сюда для этого так так и вот одну сторону собрали что у нас здесь остается ну лепестки сейчас вернем на места и ситуация с которой мы сегодня начали один углу на месте это все-таки углы теперь отводим в сторону загоняем сюда лепесток вот так то есть у нас собрался к примеру синий лепесток со своим центром его отводим на уже собранную грань можно сделать это таким пиф-пафом и дальше просто все восстанавливаем здесь мы синий сделали значит сначала сюда сюда синий до соберем а это нас тут целу остается вот так так что-то пошло они все нормально так и вот вроде все собралось опять же если кто-то знает способ эффективным напишите если у кого такая головоломка есть весьма интересная пирамидка хоть это и shape-mod кубика 3 на 3 но он настолько приятный и удивительный мне прям понравился если минус у него то что когда мы извлекаем внутренние углы то всю смазку мы руками обтираем но вращается очень хорошо элементы не вылетают наклейки держатся если вы выбираете из вот этих вот трех пирамидок самые интересные сложные то очевидно кловер пираминкс лучше всех до всего там можно дойти своим умом и в принципе можно ее собирать полностью как трешку то есть не как кловер головоломку а именно как трешку я как-нибудь попробую но это просто так не укладывается в голове то есть с мастер морфиксом это еще куда не шло но с такой пирамидкой почему-то хочется но все равно переходишь на способ лепестки и центры все такое напомню что еще существует вот такая вот пирамидка это настоящий мастер пера морфикс которым постоянно обзывают обычный мастер морфикс то есть вот это мастер морфикс это мастер пера морфикс это ну примерно одинаковые головоломки то в принципе одинаковые только форма у них немного разные то есть это поострее этот более округлый Возможно, стоит вот это пособирать, чтобы как-то привыкнуть к этой пирамидальной форме. Но видишь Кловер, собираешь его как Кловер. Рекомендую. Головоломку отличная. Кловер Пираминкс. Дизайнер, как его там звать, Юкан Гву. Молодец, пусть делает еще. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.